Я до сих пор не могу понять, почему Panasonic так делает. Вот анонсировали они камеру, заявили определённый набор возможностей, а потом выпустили её сильно урезав. Всё интересное, что они обещали, потом добавляют прошивкой через несколько месяцев после релиза. Так было, например, с S1. Прошивка, в которой добавили лог, 10 бит и так далее, появилась только спустя 4 месяца после выхода камеры. Мы тогда сделали ошибку и выпустили обзор до появления этой прошивки. В итоге нам под ним до сих пор пишут возмущённые владельцы, что мы наврали, что не разобрались, всё там есть и так далее. Даже не понимая, что мы, по сути, делали обзор совершенно другой камеры. Так же Panasonic сделал с последней своей камерой, но здесь понадобилось всего 2 месяца до выпуска прошивки. Этот обзор мы делаем уже после её выхода. Сегодня вам всё расскажу про Panasonic S5. Хорошую, плохую и странную камеру. Panasonic S5 это одновременно и хорошая, и плохая, и странная камера. Всё зависит от того, кому она попала в руки. К примеру, это отличная беззеркалка для видеосъёмки и хорошая гибридная камера. У неё нет каких-то громких характеристик для заголовка, но зато всё на самом деле нормально, без нюансов работает. Добротная камера с достойным набором возможностей и очень конкурентной ценой. Смотрите сами. Камера пишет 4K 25-30 FPS со всего 24-мегапиксельного полнокадрового сенсора. Делает это с 10-битным 422 цветом прямо в камеру с битрейтом 150 мегабит с межкадровым сжатием. Если проще, то это значит, что вы получите резкую, детализированную картинку с хорошими и гибкими цветами, которые не сыпятся, как на Sony, скажем, но при этом в достаточно тяжёлом, сильно пожатом кодеке, который требует мощного компьютера. Также S5 пишет 4K 50-60 FPS, но с кропом 1,5. Тоже с 10-битным, но уже 4.2.0 цветом, с битрейтом 200 мегабит и с межкадровым сжатием в кодек H.265. Опять же, переводя на русский, это значит, что в 4K 50 FPS вы получите уже не такую резкую детализированную картинку, как в 4K. Там будет больше шумов, более узкий угол обзора, всё ещё хороший, гибкий цвет, но уже не такой точный. И в ещё более требовательном кодеке, которому нужен, помимо прочего, свежий процессор. Всё это можно писать в V-Log, при том полноценный, как у S1 и S1H, а не Lite, как у GH. Для этого не придётся покупать отдельную прошивку, сразу всё идёт в камере. Full HD S5 может писать 180 кадров в секунду, до 60 без потери качества, чуть хуже на 120, дальше качество съёмки сильно падает, на 150 автофокус выключается, а на 180 включается кроп. Всё это уже было. В S1 после всех прошивок точно такие же видеовозможности. Начинка такая же, так что неудивительно. Из новенького в S5 только аноморфный режим и RAW видео в рекордер. Ну, такой же функционал обещают и в S1 в ближайшие месяцы. В аноморфном режиме сенсор считывается с другим немножко соотношением, чуть меньше по ширине, но зато больше по высоте, чтобы при растягивании картинки получить максимум детализации. А RAW видео — это прорез RAW при использовании Atomos Ninja. Такой себе, честно сказать, RAW, но конкурентный за эти деньги даже так не умеют. Как и у S1 в этой камере отличная стабилизация. Заявлено 6,5 стопов — это меньше, чем заявлено у X-T4 или новых Хэнонов, к примеру. Но на практике видео стабилизатор шикарный. Panasonic давно делает стабы, поэтому всё работает как часы. Камера каким-то образом понимает, когда у вас руки дрожат, а когда — сознательное движение. Если ей помочь настройками — вообще какая-то магия получается. Круто, что удалось сделать это в намного меньшем корпусе. Гигантские камеры — это отличительная черта Panasonic, но S5 получился по размеру в рынке, что называется. Даже компактнее, чем GH5. Ещё из отличий — два слота SD-карт, а не SD плюс XQD и значительно менее детализированный электронный видоискатель. Зато экран поворотный. Уменьшение размеров сказалось только на трёх вещах. Исчез экранчик сверху — тоже мне потеря. Вместо полноразмерного HDMI порта теперь micro — это уже хуже. И стоит другая батарейка, поменьше. Но поменьше для Panasonic — это когда, как у всех, 2200 мАч. Также у Fuji X-T4, Sony или Canon R5 R6. Хватает такой надолго. Если S1 вас в целом привлекала своими возможностями, но смущала большим размером, XQD-картами или неповоротливым экраном, то S5 — это реально отличная камера, при том даже за меньшие деньги. Плюс с момента запуска системы стал чуть больше выбор оптики, ну и переходников вышло подо что хочешь. С ручным фокусом какая в конце концов разница? Особенно я предлагаю задуматься владельцам GH5 — это уже знакомая вам камера, только во многом лучше. В то же время S5 — это плохая блогерская камера и в целом любительская камера. Несмотря на поворотный экран и стаб, брать её для блогов — не лучшая идея. Самые большие проблемы — это плохой автофокус и сложность камеры. По-моему, уже всем понятно, что Panasonic много лет назад, сделав ставку на контрастный автофокус, ошибся. Проблемы такого способа фокусировки на видео при нынешнем уровне технологий просто не решить. Panasonic на месте, конечно, не стоит, но сама технология не рабочая для видео на данный момент. Ну и перейти на фазовый автофокус Panasonic, видимо, уже не может. Разрабатывать с нуля дорого, там же наверняка куча нюансов. Покупать патенты для их решения будет ещё дороже. Panasonic ждёт, улучшает, что есть, но как бы не улучшал, нужно понимать, что видео автофокусом во многих ситуациях пользоваться будет просто нельзя. Да, в хорошо отсвечённых местах, в ценах без сильного контраста, а ещё лучше в кроп-режиме, чтоб на короткой выдержке — там да. Но в жизни часто будут возникать моменты, где что-то будет не работать. Второе — Panasonic можно подстроить под себя и свой сценарий съёмки. Но, как обычно, там, где появляется возможность, есть и ответственность. Вам нужно это сделать. Если вы не хотите или у вас нет времени этим разбираться, заниматься, то результат, скорее всего, будет не очень хуже, чем на других камерах. Поэтому, несмотря на все возможности, которых в этой камере куча — это скорее плохая камера для блогов и любителей в целом. Если вы не хотите разбираться в вопросе, то эта камера, наверное, вам не очень подойдёт. А ещё Panasonic S5 — это очень странный фотоаппарат. Мы на него снимали, как это снято с Кристиной шаром, фотки для видео про огоньки и для инста хорошенько пофоткали. Результаты за счёт классной оптики отличные, а вот процесс как минимум странный. Фокусировка — это первый момент. Да, на фото контрастный фокус с учётом всех технологий Panasonic'а работает лучше, чем видео. Но и тут есть нюансы. Во-первых, ну всё равно Panasonic'у больше приходится трудиться, чем любым другим камерам. Другие системы автофокуса начинают работать, уже примерно понимая, где им искать фокус. А Panasonic'у приходится прочесывать весь диапазон. В большинстве ситуаций камера справляется нормально, но вот иногда заклинит что-то и всё пипец. Второй момент — это Live Preview. Все беззеркалки для фокусировки могут менять превью в видоискателе, чуть-чуть закрывать или открывать диафрагму, надолго менять экспозицию и так далее. Но только у Panasonic'а он просто сходит с ума. Из-за контрастного автофокуса превью всегда должно быть контрастным в процессе фокусировки. Если ваш кадр по задумке должен быть чуть пересвечен или недосвечен — экспозиция будет скакать. Плюс весь кадр будет немного вибрировать что ли, постоянно рыская и проверяет там ли, где он надо или чуть-чуть ушла фокусировка. Вроде мелочи, но на съёмки они начинают быстро раздражать. На долгой выдержке Panasonic'а зачем-то делает превью смаза, симулирует выдержку. Из-за этого некомфортно в нормальной ситуации использовать превью экспозиции на выдержках типа 1.25 или длиннее, как в шутер играть с лагами. Выключается это вместе с функцией Live Preview. Если пересаживаться с зеркалок и вам удобно ориентироваться по цифрам с экспонометра, то нормально. А если вы уже привыкли к постоянным превью на беззеркалках, то тут будет не так, не очень удобно. Селфи-таймер тоже первый раз такой вижу — фокусируется в начале отсчёта, а не в конце. Какой-то бред вообще. Это же селфи-таймеры, то есть вы нажали и убежали, чтобы себя сфоткать. Сделать фокусировку до отсчёта очень легко на любой камере. Вы просто ставите ручной фокус и фокусируетесь до нажатия на спуск. Либо используйте фокус по кнопке сзади. Ещё один странный момент — это серийная съёмка при использовании вспышек. Мы, когда снимали Кристину с шаром, хотели сделать серию кадров, как она прыгает, чтобы потом поймать самый удачный. И у нас это почему-то не получилось. Вот стоит что-то в башмаке — всё, серия выключается. Включаешь серию — выключается вспышка. Снимаешь вспышку — работает серия. Вместе у нас они почему-то не заработали. Не знаю, что не дало, может быть, мы в настройках не разобрались, но на съёмке минут за 10-15, что мы ковырялись в камере, в мануале, мы понять не смогли. В общем, для фото это реально странный выбор. Короче, много нюансов и странных некомфортных моментов. И самое главное — я не вижу каких-то особых причин, чтобы с ними имело смысл мириться. Если камера вам нужна чисто для фото, то непонятно зачем это. Для видео — да, тут реально уникальные возможности для этого бюджета. Для фото — это что? Вот такая вот у Panasonic получилась камера. Хорошая, плохая, странная. Если бы мы до сих пор снимали на Fuji, вполне возможно, что я бы купил эту камеру для наших видео. Потому что всё-таки 50-ка классная, 85-ка классная. Реально хорошие объективы, которые стоят того, чтобы купить их, если камера нужна для видео. Ну, видео мы теперь снимаем на Blackmagic, смотрите про это прошлое видео. А для фото мы ищем всё-таки какую-то другую камеру. Кстати, напишите в комментариях, какую камеру нам имеет смысл купить чисто для фото. Может, Fuji X100 или Canon R6 или Sony какую-нибудь? Пишите в комментариях, нам будет очень интересно почитать. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в комментариях и в следующих роликах. Счастливо!